Всемирный совет зверей Достойного своего статуса Звери собрались на всемирный совет Чтобы обсудить прав ли человек Считая себя венцом творения И властелином всего живого на земле Вел дискуссию лев Тигр поставил под сомнение притязание человека Леопард поддержал резолюцию решительного протеста Он произнес пространную речь Осуждающую человека Он повсюду позорит животных Он изготавливает и пьет смертоносные напитки Он гордится своей глупостью Он обманывает себе подобных И тратит всю свою энергию И силу на производство дьявольского оружия Чтобы смести с лица земли своих сестер и братьев Он стягает кнутом лошадей и собак Подукая их, мчатся их последних сил И играет на скачках и собачьих бегах Он жесток, жаден, бесстыден, ненасытен и безнравственен Хотя он и наделен сильными чувствами и интеллектом Его поведение омерзительное и низко Мы не знаем, где и как добудем себе пищу У нас нет надежных и удобных укрытий И у нас нет иной одежды, кроме собственной кожи И все-таки последний из нас Более достойное Божье создание Чем это чудовище, именуемое человеком Так закончил свою речь леопард Лиса поднялась и добавила У нас есть определенные сроки для случая Человек же, мне стыдно даже говорить об этом Отказался от всяких правил и не знает никакого удержания Он сам себе закон Встал лев, чтобы подвести итог обсуждения Он согласился с общим направлением высказываний против человека Вызванных его необоснованными притязаниями на главенство Но он не согласился с тем, что все люди одинаковы Он сказал, что среди них есть и те, кто хуже зверей Но есть и такие, кто преодолел свои животные качества С помощью особых даров, интуиции и отречения Последних, сказал он, все звери должны считать вожаками и наставниками Тогда как первый заслуживает осуждения и сурового наказания Вот такая притча, индийская притча Она называется Всемирный совет зверей Пока-пока, до свидания